Карт-бланш. Как долго Россия жить под санкциями? Рисунок к статье. Фото. Reuters. Агентство. Reuters. Со ссылкой на безымянного чиновника ЕС сообщило, что лидеры Евросоюза вряд ли достигнут на этой неделе соглашения о смягчении экономических санкций против России. Срок действия санкций, напомним, истекает в июле. Агентство дало также объяснение этому, мол, обсуждение новых санкций против России также пока не запланировано, так как правительство ЕС хотят дать шанс хрупкому перемирию на востоке Украины. Заморозка активов и визовые ограничения в отношении 150 человек и 37 организаций были продлены еще на 6 месяцев, до сентября 2015 года, подчеркивает Reuters. Понятно, что россиян интересует вопрос, связанный с перспективами отмены санкций. Но, судя по всему, ни Брюссель, ни тем более Вашингтон не намерены в ближайшие годы ослаблять давление на Тремль. Подоплеку позиций Запада в отношении России раскрывает в своем только что опубликованном исследовании влиятельный Берлинский фонд наука и политика. Прежде всего в докладе экспертов фонда отмечается, что введенные при активном участии Германии в марте 2014 года антироссийские санкции превратились в постоянную составляющую внешней политики Брюсселя. Они стали ответом европейского сообщества на аннексию Крыма и действия России на востоке Украины. Следовательно, полностью отказаться от них Евросоюзу будет нелегко. Тем более, что в ЕС существует жесткое крыло сторонников усиления санкционного давления, в которое входят страны Балтии, Польша и Великобритания. Правда, имеются и противники санкций, к которым относятся Италия, Австрия, Испания и Греция. В анализе признается беспрецедентный характер санкций. Напомним, что между мартом 2014 и февралем 2015 года Брюссель реализовал трехэтапный санкционный механизм против российских фирм, целых секторов экономики и отдельных лиц, представителей бизнеса и политики. Ликвидация в зоне конфликта малайзийского пассажирского самолета отмечается в анализе, хотя виновники его уничтожения до сих пор независимыми источниками не идентифицированы, оказала решающее влияние на тех участников ЕС, которые с самого начала скептически относились к санкциям. Санкционная политика самым тесным образом координируется с США. Доказано и негативное влияние санкций на экономику стран, членов ЕС. Совокупные убытки ЕС от потери объемов экспорта, по данным агентства AFP, составили 21 миллиард евро. Эксперты фонда признают, что воздействие санкций на Москву и сейчас, и в перспективе остается спорным, поскольку ЕС пока не удается заставить Кремль изменить свою политику в отношении Украины. В экономической сфере Россия стоит на пороге рецессии. В первую очередь спад связан, правда, со структурных проблемами, которые были характерны для России за долго до геополитического кризиса 2014 года. А падение цен на нефть во второй половине 2014 года дополнительно оттяготило российскую экономику. Понятно, что секторальные экономические ограничения, введенные Западом, ускорили наступление кризисных явлений. В первую очередь они затронули финансовый сектор, поскольку серьезно ограничили возможность для российских фирм и банков рефинансировать свои долги. Наряду с этим более серьезными представляются экспертам фонда косвенные последствия, связанные с бегством капитала и сокращением иностранных инвестиций. Обусловленное санкциями падение экономики негативно влияет и на соседние с Россией государства. Резкое снижение курса рубля в декабре прошлого года, которое только частично было обусловлено санкциями, усилило в обществе впечатление, что Россия активно сползает в кризис. Этому содействовал и рост цен на продукты питания, который был, по оценке немецких экспертов, вызван российскими контерсанкциями. Сейчас, судя по всему, Запад стоит перед дилеммой, связанной с особенностями российской политической системы. Если российская экономика из-за структурного кризиса, падение цен на нефть и санкции окажется в коллапсе, то опасность политической дестабилизации в России представляется экспертом высокой. Эксперты полагают, что такой коллапс с учетом настроения в обществе и в элите может иметь для страны негативные внутриполитические последствия. А если говорить прямым текстом, то немецкие эксперты опасаются не столько Майдана по украинскому образцу, сколько движения России в сторону политической диктатуры. В этой связи для ЕС предлагается следующая модель поведения, которую с точки зрения Москвы вряд ли можно назвать конструктивной. Немецкие аналитики полагают необходимым сохранение санкций, связанных с Крымом, поскольку исходят из того, что в обозримом будущем от этих территорий Кремль не откажется. Санкционное давление же, касающееся Донбасса, должно быть гибким в зависимости от конкретной ситуации. Причем, и это важно, независимо от позиции Вашингтона. Однако эскалация напряженности в этом регионе может побудить Европу теснее координировать санкции, в том числе и секторальные, США в плане их усиления. Одновременно Брюссель должен улучшить коммуникацию с российской общественностью, доводя до нее и объясняя свои действия. Таким образом, фактически, кроме контрпропаганды, немецкие эксперты, по сути дела, ничего не предлагают брюссельским бюрократам по предотвращению расширения конфликта в центре Европы. По-прежнему единственным виновником конфликта считается Россия. Весь санкционный пыл предлагается направить против Москвы, сохранив его на годы вперед. Эксперты не видят или не хотят видеть политической дифференциации общества как в России, так и в Украине и избегают анализа усложненных схем в общественной жизни обоих государств. По сути, такие рекомендации означают замораживание конфликта и создают предпосылки для его распространения на новые территории и даже другие страны.